Дамы и господа, я вас приветствую на нашем канале Вова Болг, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики и новости фондового рынка. Видео сегодня будет небольшое, очень много деловых встреч, может заметили это по телеграм-каналу, что неравномерно выкидываю туда сообщения, потому что очень и очень много встреч. Ну что ж, день сегодня заставил нас понервничать, день был неспокойный, поговорим мы вкратце сегодня о Сбербанке, о Газпроме, ну и о заседании ОПЕК и то, что сейчас вообще творится на рынке. Больше всего, конечно же, сегодня неприятных ощущений доставили нам акции компании Сбербанк. Вчера вышла новость о том, что компания, центральный банк продает акции Сбербанка правительства Российской Федерации. На фоне этих новостей бумаги взлетают, потому что продавать они будут по рыночной цене. У меня и так было 10% акций привилегированных, вчера посмотрев на взлет и потом резкое падение, в моменте акции росли на 3%, потом к концу дня бумаги сползли вниз на 2%, в итоге дневная прибыль составляла всего лишь проценты. Я подумал, что эффект сегодня будет продолжен. И у себя в телеграм-канале, как обычно, я пишу почти все свои сделки. Я написал, что беру 5% акций обычных Сбербанк и 10% беру акций привилегированных. И вот здесь как раз-таки была моя ошибка. Объясняю почему. Потому что только днем вышла новость, как будет производиться покупка акций Сбербанка. А именно, оферта ЦБ по выкупу акций Сбербанка не коснется акций привилегированных. И там же говорилось, я вот в телеграме это сообщение скинул, для себя здесь записал. Центральный банк Российской Федерации продаст акции Сбербанка, которые выкупят у миноритариев по оферте по рынку в зависимости от объемов. И по оферте ЦБ по акциям префов не коснется. И вот здесь как раз-таки была моя промашка. В связи с этим обычные акции пошли отрастать. Привилегированные как немножко просели, так они там и находятся. К сожалению, роста они своего не показывают. В связи с этим сделка спекулятивная превратилась в инвестиционную сделку. Я не планирую продавать минус бумаги Сбербанка. Бумаги Сбербанка очень мощные. Они всегда приносили хорошую прибыль. В этом году ожидаются хорошие дивиденды. А напомню вам, что сейчас, когда федеральный фонд на благосостояние, когда получит акции Сбербанка, то большую часть прибыли этот фонд будет получать как раз-таки от дивидендов Сбербанка, чем от других инвестиций. Почему эта покупка очень выгодна? Потому что фонд благосостояния теперь будет расти за счет дивидендов Сбербанка, нашего большого зеленого банка. Почему эта сделка выгодна для нашего рынка и в частности для нашей валюты? Она не очень выгодна, конечно, многим нашим компаниям-экспортерам, но для экономики она будет поддерживать наш рубль. Объясняю, в чем ситуация. В фонде национального благосостояния у нас хранятся доллары. Чтобы купить акции у Центрального банка, придется обменивать вот эти доллары на рубли. Соответственно, доллара будет становиться больше, рублей будет становиться меньше, потому что правительство будет забирать огромное количество рублей с рынка. То есть, соответственно, это будет очень сильно поддерживать курс рубля. Но одновременно с этим это не очень радует наших экспортеров, потому что я напоминаю вам, что компании-экспортеры как раз-таки получают выручку в долларах. И для них выгодно то, что доллар стоил бы дорого. Здесь начинается очередная борьба. Посмотрим, кто в этой борьбе победит. Касаемо второй нашей крупной компании Газпром. Газпром сегодня как раз-таки показывает очень хороший рост. Больше него показывают только его дочерние предприятия. Это вот питерские компании. В частности, ТГК-1. У меня этой компании было очень мало акций. Я об этой сделке, к сожалению, в Телеграм не написал, потому что сделка была рискованная. Я не решил подставлять. Но потом пожалел, но уже было поздно об этой сделке писать. Дорогие подписчики, ради бога, вы меня простите за это преступление, которое я сделал перед вами. Акции компании ТГК-1 сегодня показали хороший рост. Акции компании ТГК-2 показали просто вообще превосходнейший рост. Такого роста, конечно, я не ожидал. На чем росли эти компании? Ну, во-первых, конечно же, на новостях о том, что уже с 2020 года они будут платить дивиденды в 50%. Даже мама и компания «Газпром» пока еще не будет платить таких дивидендов. А они уже с этого года будут платить такие дивиденды. То есть за 2020 год. Но одновременно с этим хотелось бы сказать, что «Газпром» растет на таких новостях, как то, что у них скоррелирована вот эта будет прибыль. И дивиденды, которые ожидались у них 13-14 рублей, они хотели платить за акцию. Они будут теперь все-таки платить ожидаемые дивиденды после вчерашних заявлений от 17 до 20 рублей. Это больше, чем в прошлом году. Соответственно, акции компании на этих новостях очень хорошо растут. Очень интересно послушать, что же они скажут завтра. Я уверен, что рояль в шкафу «Газпром» еще приберег. Потому что на днях инвесторов всегда делаются заявления. Они вчера и сделали громкие заявления. Соответственно, и завтра тоже будут сделаны, я думаю, какие-то заявления, которые вдохновят инвесторов. На вчерашних новостях бумаги вернулись к тем значениям, с которых их уронили. И думаю, что на завтрашних новостях бумаги тоже хорошо подрастут. И мы вернемся к ценовой политике где-то за 250 рублей. Но будем ждать с завтрашнего дня. Поэтому акции компании «Газпром» я не продавал. Многие спрашивали у меня в Телеграме, что со вчерашним ВТБ. Вчера ВТБ мы не продали. Сделка была не... цель была не достигнута. Вчера по ВТБ у нас был небольшой рост. Сегодня вот более лучший рост. Мы сегодня выросли почти на проценты. Вчера, по-моему, на 0,2%. Да, вроде бы за два дня сделка вроде бы совершена. Но я оставляю в связи с тем, что N-plus Group сегодня закончила выкуп акций у ВТБ. То есть это тоже положительный момент. Сегодня ВТБ продал акции Телег 2. Это тоже положительный момент. Думаю, на всех этих новостях ВТБ еще завтра хорошо порастет. Поэтому тот процент акций ВТБ, который мы вчера купили, пока что временно держим. Тем более рынки сейчас находятся в позитивном настроении. Уже какой день я вот все жду какого-нибудь черного лебедя. Потому что этот черный лебедь обязательно прилетит. Но пока его нет. И пока этого черного лебедя нет, мы торгуем с вами от Лонга. Но если вчера мы прибыль фиксировали, то сегодня я вот рискнул прибыль как раз таки не зафиксировать. Почему решил не фиксировать прибыль? Но как раз таки уверенностью придали сегодня встреча Новакой и наших нефтяных магнатов. Они склоняются, большинство склоняются к тому, чтобы продлить сделку с ОПЕК Плюс до конца этого года. Думаю, конечно же сделка будет продлена. Все это помогает нефтяным котировкам вернуться в свои родные значения. Нефть уже на момент съемки стоит 56,16, что не может не радовать. Но для тех, кто держит, конечно же, доллары и золото, конечно же, это очень сильно огорчает. Также был вопрос в Телеграме, что я сделал с Полиметалом. Полиметал я оставил на дивиденды, потому что сегодня акции компании Полиметал просели. И продавать их в убыток я, к сожалению, не хочу. И именно поэтому я акции компании Полиметал не продал и ушел с ними на дивиденды. На Тинькове я продал, там у меня было несколько, по-моему, у меня было там 100 акций Полиметал, я их продал. Но безубыточно, но это сделка не того объема, который Полиметал я брал. Касаемо доллара, многие задавали вопросы. Я вроде бы об этом сегодня написал, что, ну, пришлось повторяться. Внимательно читайте Телеграм. Я написал, что все свои доллары, я убираю их из кэша и перевожу их в акции. А перевел их в акции компании Алибабы и в компании NVIDIA. Две эти компании сегодня будут отчитываться. Алибаба сегодня показывает, наконец-таки, тот рост, который и должен был быть. NVIDIA вот после открытия Америки немножко откатилась назад в связи с тем, что ожидается, что отчет будет такой же, как и в прошлом году. То есть рост прибыли фактически не ожидается. Но посмотрим, что же все-таки будет. Пока эти акции держу, они за несколько дней нам принесли более 5 почти процентов прибыли. И думаю, что даже если просадка и будет, мы с вами в этой акции без убытки остаемся. У NVIDIA еще минус в том, что они отчитываются после AMD и Intel. Но об этом я статью у себя в Телеграм, ссылку на статью скидывал. То читал, то для себя принимал решение сам. У Алибабы же отчет ожидается очень и очень позитивный. Конечно же, большой рост придаст моему портфелю именно компании Алибаба сегодня. Цель по сегодняшнему дню я достиг. Напоминаю всем новым своим подписчикам, что цель в день у меня кровь из носу. Правдами и неправдами заработать 7000 рублей. И я сегодня заработал почти в три раза больше. Но это на момент съемки видео. Думаю, что после того, как отчитаются Алибаба и NVIDIA, рост будет еще и еще больше. Единственное, что меня огорчило, конечно же, это Сбербанк. Ну, Сбербанк я уведу просто в инвестиционную часть. И просто про эти деньги временно пока забуду. На этом с вами буду прощаться. Да, касаемо конкурса. Ребят, смотрите, я не знал об этой функциях Телеграма. Я сегодня выкидывал пять постов. Хоть и попросил я вас, как сказать, не голосовать сразу, но все равно люди голосовали. Названий очень много. И как вот из этих пяти теперь определить? Я подумал вот каким образом. Мы из каждого поста возьмем по два названия. Это победителя и первое и второе место из каждого поста. Составим еще отдельный список 10 названий. И там уже полноценно мы проголосуем, чтобы не было такого, чтобы не сидеть и не подсчитывать. Чтобы все в одном посту проголосовали. Я думаю, это будет честно. Пишите ваше мнение по этому решению. Мы напоминаем, что призы я буду отдавать вам в субботу. Первое место там будет это две с половиной тысячи. Второе место полторы тысячи. Третье место тысяча рублей. Поучаствуйте уже в голосовании. К сожалению, уже название вы не можете присылать. Но помогите другим названиям. Как-никак вам с этим каналом работать. Вам интересно. Я так смотрю этот канал. Подписчиков у нас становится все больше и больше. Придумайте, какое название вы хотите. Сразу же скажу, что вот этот проект будет расширяться. Сейчас мы отдали, чтобы нам создали сайт, где будем выкладывать полноценную всю отчетность. Также у нас сейчас будет создаваться Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. Потому что некоторые мои зарубежные товарищи говорят, нам неудобно пользоваться Телеграм, заведеть Твиттер. Поэтому сейчас, выбрав название, мы создадим красивый хороший логотип нашему каналу. И, соответственно, будем уже развивать сеть и в соцсетях. И в том числе будет полноценный сайт этого канала. Но это забегая вперед. Это не то, что завтра все это появится. Но на ближайшие пару месяцев планы у нас такие. Поэтому сейчас, если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Зайдите в Телеграм пока канал. Посмотрите, что это за канал. Какие сделки я там пишу. Если понравится, тоже подписывайтесь на канал. И не забывайте участвовать в голосовании. Еще раз лайк, подписка и колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока, друзья.